Приветствую вас, дамы и господа. В данном видеоролике мы поговорим не только о нюансах нового персонажа Vantage, но проведем очередной конкурс. Да-да, вы не ошиблись, очередной конкурс. У нас это на канале довольно-таки частое явление, так что... Условия, как всегда, будут простые, банальные, я бы даже сказал. Подписывайтесь на канал, ставите колокольчик и пишите комментарии к данному видео. Через две недели по нашему обычаю разыграем среди выполнивших условий два приза по 500 монет Apex. Если вы хотите быть в курсе событий канала, то ссылочка на телеграм-канал в описании. Там, кстати, тоже конкурсы бывают. Вон, вчера там разыграли монетки. Ну и, как всегда, вы помогаете мне привлечь больше аудиторию через идиозные алгоритмы ютуба, а я в ответ благодарю вас всякими ништяками. Я думаю, скоро разыграю не только монетки, но и какие-то интересные материальные призы, которые можно будет пощупать, потрогать и получить удовольствие. У Vantage есть интересная особенность. Это бег по стенам. Точнее, это фича. Для исполнения такого мула вам необходимо поставить мышку ниже какого-то препятствия, по которому вы хотите пробежать и заменить таким образом свою траекторию, сделав ее непредсказуемой не только для противника, но и для себя в том числе. По крайней мере, поначалу. Хотя это больше, да, вопрос опыта, да, и количество использования. Также вам понадобится, чтобы перед данным препятствием было другое, которое, в свою очередь, ограничило бы передвижение вверх. И персонаж, по аналогии с батутом Актейна, головой терся какое-то время о него. В результате мы имеем изменение траектории. Но остальное вы увидите на данном отрезке видео. Вот еще один пример, как это работает в помещении. В данном случае у нас вертикальный ограничитель передвижения, это потолок. И здесь, соответственно, мувент работает аналогично батуту Актейна. Ничего нового. Если же располагать мышку в каком-то пикселе, которого недостаточно, чтобы тушка Уэндлэдж туда полезла в полете, то передвижение сработает все равно, и персонаж будет пытаться облептеть препятствия наекратчайшим путем. Если же персонаж застревает и никуда не может двинуться, то по небольшому таймеру передвижение посредством кушки отключается и считается выполненным. Мышка при активном состоянии движется за вами. Если вы убегаете дальше, чем на 50 метров, то расстояние всегда сокращается до 50 метров. Ну, вроде как плюс, там, минус 1 метр. Что, в свою очередь, дает вам возможность при открытой видимости прыгнуть на данное расстояние. Отправить же мышку можно всего на 40 метров, так что, думаю, плюс 10 метров для прыжка в качестве эскейпа будут очень не лишними порой. Но есть еще важный момент. Мышке требуется какая-то продолжительность по времени на передвижение, поэтому, если ваша скорость удаления от нее гораздо выше, то вы можете прыгнуть и на 80 метров, и даже больше. На видео сейчас вы видите, как можно сделать дистанцию прыжка куда выше за счет падения шарика при установке мышки на самый верх, а также в случае, если вы падаете куда-то вниз в пропасть какого-то объекта, например. Аналогично вы можете использовать более длинный прыжок через джампад Актейна и прочие средства телепортации. Мне уже пару раз прыжок к мышке спасал игру при падении с высоты во время файта, так как противник падал вниз за мной, а я летел наверх своей мохнатой эхо, где-то на 70-80 метров. А при таких дистанциях крюкпад Файндера, того же и прочие вертикальные персонажи не всегда могут залететь обратно к вам. Если у вас хороший АИ, то ультимативная способность превращается в них просто в имбу. Первое попадание в туловище дает урон 50 единиц, а в голову аж 75, и при этом подсвечивает противника всем вашим тиммейтам на какой-то небольшой промежуток времени. А последующие попадания в туловище дают 100 урон, а в голову и вовсе аж 150 дамага. Такие показатели очень сильные в прямых руках и думаю, что ультимативная способность все-таки будет переработана в скором времени, так как при наличии белого или синего броника у противника достаточно всего пары хороших шотов, чтобы нокнуть его и иметь хороший перевес в силах. Скорость патрона очень высокая, поэтому делать какие-то корректировки на движущуюся цель практически не нужно. Ну, понятное дело, расстояние все-таки учитывать надо, но вы меня поняли. Ускоритель перезарядки перезаряжает всего два патрона в ультимативной способности, а базовая скорость восполнения около 2,5% в секунду. В случае наличия золотого шлема, ну, немножко ускоряет, остальное читайте в патчноуте. Чтобы прыгнуть к мышке, необходимо, и самое главное, чтобы она была не сзади, не сбоку, а в прямой видимости, именно махала перед вами своими крылышками. Нюанс такой, немножко бесячий. Также, если вы переназначите мышке новое положение, которое будет на довольно большом расстоянии от прежнего и сделаете прыжок, то вы не сможете сделать второй, так как мышка еще не успеет достичь конечной точки и вам попросту не от кого будет оттолкнуться. Если вы используете мышку из кармана через кушку, то вы прыгнете на 9 десяток секунд быстрее, чем переопределите положение мышки и сделаете дальнейший прыжок, так как будут затраты на анимацию свистка. Мелочь, но может сыграть довольно весомый момент. Ну и соответственно, если мышка летает где-то рядом с вами, то противник, увидев ее, будет прекрасно понимать, что где-то противник. Имейте в виду. Если же вы берете в руки страж, то услышите несколько прикольных сравнительных реплик, где Вентач сравнивает страж со своей пушкой, которую она использует как ультимативную способность. И конечно же небольшой няшный комплимент от разработчиков в виде мышки, бегающей по стражу в момент его подбора с земли. Атака, если мышка уже летает рядом с вами, на анимации все равно со стражем будет мышка. Подъехал еще один клевый баг. Ульта харзи в сочетании с мышкой Вентач превращается в какое-то НЛО, которое просто похищает врагов. Сами видите на видео. А если Вентач вернет мышку в карман, то ульта будет на ее голове. Но, думаю, это не есть гуд вариант притягивать врагов к себе. Такой себе вариантик. Хотя, если в этот момент на Вентач повесить несколько сюриков и скипнув анимацию влететь во врагов через кушку, то получится неплохой такой гамбит. С разменом возможно. Вчера я встал между Рокорецкой и Константином и хотел загадать желание. Но, в итоге, мы все втроем потрогали орехи у Вентач. С увеличением наносимого урона первой зоны в четырнадцатом сезоне, у Вентач с ее ключом, а может и фичи, становится просто имбой. Не только за счет своей ульты, которой можно нокоть соперника замать его пару шотов. Это какая-то жесть. Можно просто летать вне любого кольца и не получать урон даже целой командой. Как это работает? Ставишь мышку себе под ноги, накидываешь на нее хитшилд и дальше возвращаешь ее к себе в карман. После чего работающий хитшилд просто магнитится к ее голове. И можно летать с ним в зоне, пока он не израсходуется. Далее устанавливаю следующий и по кругу. А как известно, на команду их шесть. Можно очень долго находиться вне зоны. Причем можно с ним летать как соло посредством стандартного шарика. Или через пушку на место бури. Либо и вовсе всей команды через ульту Валькирии. Не уверен, насколько такие мувы законны, так что используйте их, пожалуйста, на свой страх и риск. А то вчера мы все писали кипятком, что Рокорецко получил бан. Потому и завис в воздухе после прыжка на пушке с вылетом апекса. Еще раз, прыжок на пушке мы конечно же не стали проверять. Все мы уже знаем, что сделать прыжок довольно таки просто. И нужно зажать на некоторое время пушку. Будь мышка в кармане или на воле. Однако есть вариант скипнуть ожидания запуска прыжка. Для этого необходимо, чтобы у вас щит был неполным и в кармане была любая из банок. Маленькая или большая, не важно. И далее мы рассмотрим несколько вариантов. Про первый вариант уже рассказали многие блогеры, но есть еще и другие. Теперь по порядку. Чтобы прыгнуть, вам нужно уже иметь в воздухе мышку. После чего вы нажимаете активацию использования маленького или большого щита. И зажимаете кушку. И прыжок выполняется без паузы и его активации. Где-то видел у блогеров, что вам нужно зажимать кнопку вперед в этот момент. Но это не так. Направление движения понадобится в другом варианте. Второй вариант скипать анимацию имеет немного другую предустановочную механику. Вам нужно установить мышку под себя, чтобы она оказалась на земле. После чего вам необходимо зажать сначала кнопку вперед, потом активации банки щита и зажать кушку. Это позволит вам неплохо так застрейфиться и быть максимально непредсказуемым. Ну и на уровне мышки вам нужно куда-то повернуть камеру для того, чтобы ваше движение продолжилось нелинейно. Третий вариант позволит вам довольно неплохо так выходить из боевых действий, когда на вас фокусится несколько складов и дедслайд вас руинит. Тут также все просто. Предварительно ставите мышку под ноги так, чтобы при стрельбе по противнику мышка была в зоне видимости. После того, как отстрелялись, прожимаете щит и сразу же зажанимаете направление движения в бок и кушку одновременно. Вуаля, вы в сейве. Теперь про самое интересное. Вы можете все эти действия также выполнять с мышкой из кармана. Да-да, именно из кармана, и это еще неплохо так экономит время. С низким ттк в этой игре это просто бесценно. Итак, по порядку. Первое. Вы можете сделать вашему противнику сюрприз и просто слиться с линии огня. Для этого жнем использование любого щита и сразу же за ним одновременно нажимаем направление движения и кушку. После чего просто сливаемся с линии огня куда-то, например, в бок. Второй вариант. Прыжок вперед с мышкой из кармана получается довольно коротким. И потому рекомендую его использовать с последующим изменением направления в сторону. Получается очень круто и неожиданно. Такой мув полезен, если вы хотите резко куда-то за какое-то препятствие спрятаться, или же наоборот взлететь куда-нибудь в сторону с линии огня так, чтобы у вас еще и по вертикали было сложнее, дабы встать. И, конечно же, все эти мувы можно использовать в качестве убегания от врагов или сокращения времени на передвижение по вертикальной оси. Ну что ж, с вас подписочка, лайк, пишите комментарии, обсудим. До новых встреч, ребята. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok